Доброе утро! Утренний эфир продолжает ГТРК Мурман. Сегодня вновь говорим о музыке. В этот раз о грядущем городском рождественском фестивале академического вокального искусства «Голоса Арктики» вместе с директором Дворца культуры судоремонтника Андреем Кулыбко, руководителем вокального коллектива «Ренессанс» Натальей Васильевой и администратором Дворца культуры Кристиной Смирновой. Здравствуйте! Итак, расскажите про этот фестиваль, в чём его идея, когда у кого возникла, проводила, впервые ли проводится, или уже не первый опыт? Наверное, я начну. Идея возникла в прошлом году, совершенно спонтанно. Дело в том, что я как представитель академического направления вокального имею возможность наблюдать, что у нас в области очень скупо поддерживается это направление на самом деле. Если есть какие-то подвижки, то, наверное, стоит назвать конкурс «Браво» в Кировске, но там ограничение по возрасту – 35 лет. Создаётся впечатление, что после 35 лет люди у нас в академической манере уже перестают петь совсем. Вот. И я подошла на тот момент к Зинаиде Борисовне Шибко, нашему заместителю директора по художественной работе, ну и, в общем-то, попеняла ей на эту ситуацию, на что услышала, что «А почему бы у нас на базе, на базе нашего ДК, не организовать такой фестиваль академического вокала?» Ну, было несколько неожиданно, но я согласилась. На тот момент был заочный формат, это был прошлый год, конец прошлого года, начало работы фестиваля. А непосредственно фестиваль был проведён 7 января. Вот. То есть название «Рождественский» является не тематическим, а привязанным к дате. А что представляет из себя вот этот фестиваль? Вот вы говорите, в прошлом году он был в заочном формате. А как проводились и что? Что это? Мастер-классы какие-то или уроки? Нет, это был обычный заочный фестиваль, которых сейчас огромное количество. То есть начали мы осторожно, скажем так. То есть были разосланы положения по области, и кто изъявил желание, высылали свои записи на тот момент по одной, от коллектива, либо от индивидуального какого-то лица. И потом 7-го числа на ВКонтакте в нашей группе судоремонтника был выставлен рождественский концерт. Вот. Собственно, на этом прошлогодняя работа наша и закончилась. Ну, как обычно, когда это проходит дистанционно. То есть концерт, ну, участники прислали песню и из этого сделали большую. Да, здесь надо отметить очень вообще просто гениальнейшую и такую очень кропотливую работу наших художников, нашего художника Анны Морозовой. Мы сидели с ней очень долго, подбирали все эти футажи, все это склеивали какими лучшими шрифтами. Для меня это все очень далеко, на самом деле, потому что я этим не занимаюсь. Но вот пришлось в это погрузиться тогда. А в этом году в чем будет отличие? Точно так же будут присылать ролики и будете запускать? Нет, нет. В этом году мы решили провести его в очном формате. Вот. Это несколько, конечно, будет серьезнее все. Для того, чтобы это был действительно фестиваль, то есть не просто между собой, на который приехали люди, которые умеют петь академической манерой, да, мы решили сделать сюрприз. Вот. И я взяла на себя смелость и пригласила сюда человека, которого я увидела первый раз в марте месяца этого года на мастер-классах. Это Ирина Витальевна Крутова. Совершенно потрясающая личность и певица, и человек, который поет... Я ее не слышала, наверное, только в джазовом направлении. Совершенно потрясающий человек. Я к ней подошла. Вот, вы знаете, я не знаю, что меня потянуло. Я не надеялась, что будет какой-то положительный результат. Подошла и спросила, а вот скажите, пожалуйста, вы не могли бы, если у нас будет фестиваль... Тогда еще все это было в сослагательном наклонении. Если у нас будет фестиваль, не могли бы вы присутствовать на нем как преподаватель на мастер-классах? А вы здесь в Мурманске ее встретили? Да, совершенно верно. То есть она уже не впервые будет? Она как преподаватель будет не впервые, а вот как солист-вокалист она посещает с концертом наш город впервые. Вот, собственно, я проговорилась по поводу того, что второй сюрприз это будут не только мастер-классы, но и ее сольный концерт. Опять же, на базе нашего ДК. А как удалось привлечь, вы говорите, вот просто вы подошли, и она просто согласилась? Еще раз повторюсь, люди разные. Это настолько углубленную свою работу и ею живущий человек, что она готова, мне кажется, помогать вообще всем. А расскажите, а на концерт можно будет попасть, ну, кто угодно может попасть на этот концерт? Или только вот участники фестиваля? И вообще вот даже в этом фестивале принять участие может любой желающий? Или только те, кто умеет петь? Или там дети, которые, например, занимаются у педагогов? Или сами педагоги непосредственно? В этом фестивале, получается, концерт Ирины Крутовой станет как изюминкой такой. Он заслуживает вообще отдельного внимания, потому что, как уже Наталья сказала, артисты такого уровня к нам приезжают в Заполярье крайне редко. И то, что так получилось уговорить Ирину, ее администратора, посетить наш дворец, это очень здорово. Вот. Немножко расскажу про нее. Для тех, кто не знает, впервые имя Ирины Крутовой прозвучало на международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2002». И там она как раз встретила своего наставника Галину Сергеевну Преображенскую, которая впоследствии стала также ее другом и помогала вначале с ее концертной деятельностью. Таким образом, Ирина стала на сегодняшний день востребованной очень исполнительной старинных и современных романсов. И была удостоена очень многих наград, и одно из них — это национальное достояние России. Она выступает на больших и малых сценах наших столиц, и вот 7 января она выступает в Кремлевском дворце. А уже 14-го приезжает со своей программой «Снежный романс» уже к нам в ДК. Так, ну, значит, персона значимая все-таки попасть. И поэтому для нас важно, чтобы люди попали именно, которым интересно, как можно больше людей посетили ее концерт. И поэтому концерт можно посетить по пригласительным. Вход по пригласительным, который можно приобрести у нас во дворце, в кассе. Не приобрести, а получить. Получить, да. То есть они бесплатные пригласительные, абсолютно любой желающий может попасть на концерт, и в кассе дворца их можно получить. А ограниченное, да, количество жилетов? Конечно. Количество мест ограничено, так как зал имеет все-таки 411 мест у нас. И вот мы рады будем пригласить людей, которые ценители романсового жанра, которые знают ее творчество, а если не знают, то просто хотят познакомиться. Андрей Александрович, вот к вам вопрос. Для вас, как для руководства дворца, что приедет такая певица, известная, и ее выступление на сцене вашего дворца, это все-таки повышает имидж, да, это определенная планка? Ну, конечно, во-первых, для того, чтобы фестиваль развивался, его нужно развивать, нужно что-то вкладывать. И необходимо, чтобы, необходимо привлекать как можно больше участников, прежде всего, к этому фестивалю. Чем больше мы привлекаем участников, значит, тем больше заинтересованность простого населения будет в академическом вокальном пении. Это, соответственно, и наполняемость кружков, не только в нашем дворце культуры, но и в других населенных пунктах Мурманской области. И Ирина Крутова – это как раз тот человек, который позволит привлечь население. Вот это основная цель. И, конечно же, чем больше участников у нашего фестиваля, тем лучше, тем профессиональнее все-таки будет развиваться это направление в области. А вот я знаю, вы тоже поете. И скажите, вот как вы считаете, Ирина – это действительно та певица, на которую стоит равняться, может, молодому поколению? Да. Это как раз одна из тех певиц, одна из тех личностей, величин в нашей стране, на которые нужно равняться. Не только молодежи, но и вообще лицам любого возраста, абсолютно любому населению. Потому что такого уровня исполнения – это надо обязательно слышать. Есть такое выражение, как насмотренность. Вот такое тут, не знаю, есть такое, как наслышанность. Но это тоже очень важно, потому что есть определенная эстетика в том, что она делает. Это очень нужно для таких регионов, как наш, для отдаленных. Потому что мы мало что видим, мало что слышим именно в таком направлении и такого уровня. Наталья, а вот вы сказали, что в Мурманской области академическое направление вокальное не очень хорошо развито. А вот скажите, на вот этот фестиваль ваш, который вы придумали, проводите, есть отклик вообще от жителей региона? Есть. Самое интересное, что нас же мало. То есть, как правило, большинство народа – это, извините за тавтологию, народники и эстрадники. И народники – это, я ничего не имею против ни одного, ни второго направления, это все замечательно, все хорошо. Народники – это коллективы, то есть это хор, это большое количество людей разом. То же самое эстрадники, то есть это какое-то большое количество людей, ансамблевое наполнение. У нас немножко другая задача. Мы, извините, индивидуалисты, то есть мы должны уметь так себя поставить на сцене, сольно, чтобы это было интересно. То есть когда выходит большой ансамбль, красиво одетый под фонограмму, предположим, оркестровую в лучшем случае, это одно. А когда выходит один человек под рояль, заставить себя слушать и вложить что-то от себя в зал – это крайне сложно. Поэтому нас очень мало. В Мурманске это буквально, помимо нашего ансамбля, в Кировке есть ансамбль такой. И был в Ленинском ДК, я сейчас не знаю, существует или нет, потому что я его давно не вижу. И в области буквально несколько точек, скажем так. И все они на прошлый фестиваль прислали свои заявки. Плюс мне очень понравилось, что были заявки от сольных исполнителей, которых я никогда не слышала и не видела. То есть это были не ДК, это были, допустим, «Полярные зори» ДШИ, Алинигорск, ДШИ. То есть школы искусств, которые, в принципе, не подразумевают занятия академическим вокалом. Но потенциалы есть. Да, то есть преподаватели. Да, я еще хочу заметить, что у нас фестиваль с 18 лет, то есть как это и по правилам должно быть, собственно. То есть когда поет ребенок, все-таки, по большому счету, это не академический вокал. Да, почему? Это детский голос, это у мальчиков дискант. Хотя, в принципе, дискант, Дишканты, как раньше говорили, это в принципе детский голос. Для мальчишеских девичей. До 18 лет происходит становление голоса. И, как правило, кстати, замечала, допустим, и Наталья Попова, которая приезжала из Москвы на мастер-классы вместе с Крутовой. Очень рано начинают, очень рано и очень активно у детей летят голоса, грубо говоря. И поэтому у нас, как, я не знаю, можно ли назвать наш фестиваль профессиональным, в полном смысле этого слова, но профессиональные нотки в нем точно есть. Хотя бы в том, что мы с 18 лет, только с 18 лет принимаем своих участников. А помимо выступления Ирины Крутовой, будет еще что-то в рамках фестиваля? Может, мастер-классы какие-то проводятся или что-то еще, может быть, расскажите? Совершенно верно, мастер-класс будет. Это первое, о чем я попыталась с ней договориться и на что она дала свое, слава богу, согласие. То есть от нее же мастер-класс будет? Да, на самом деле, такой крупный, габаритный мастер-класс, это будет ее концерт. Потому что час с лишним нахождения такого мастера на сцене, феноменально. Это будет просто, это как театральные подмостки. Она не просто поет, у нее каждый номер, это как мини-спектакль определенный. Совершенно шикарно, она подает в любом жанре свои выступления. А расскажите про организационные моменты. Может, были какие-то трудности, может, что-то еще удалось организовать? Не знаю, вот когда придет человек, да, нам мастер-класс, концерт, а что там еще будет? Расскажите, фотозона, может, какая-нибудь или что-то еще. Вот поподробнее хочется вот про это услышать. Ну, организация таких мероприятий всегда очень такое дело кропотливое. Конечно, мы постараемся сделать и фотозону. Наши художники, как заметила Наталья, очень ответственные, очень талантливые. Будет комфортно всем и гостям, и Ирине. Будет комфортно проводить у нас мастер-класс и давать концерт. Готовимся, уже начинаем готовиться. У нас впереди сейчас праздники, да, но мы уже елочки отыграли наши детские. И сейчас уже полным ходом идет организация, подготовка сцены. Вот. Билеты уже разбирают тоже полным ходом. Везде мы отправляли рекламу. Если бы подробнее узнать о фестивале, это можно в нашей группе ВКонтакте, которая, в социальной сети, да, ВКонтакте. В этой же группе ВКонтакте есть отдельная группа «Голоса Арктики» самого фестиваля, где можно посмотреть и на творчество Ирины Крутовой. То есть там все ссылочки, все есть, можно открыть, посмотреть, почитать про нее поподробнее. Вот. Поэтому мы ждем, ждем людей, ждем хорошей реакции на концерт, и что мастер-класс пройдет очень хорошо. Вот. Вообще в январе это, наверное, будет самая такая вот наша вот изюминка, которую вот мы ждем, да, и хотим, чтобы все прошло очень качественно на высшем уровне. Конечно. А вот расскажите, а есть ли у дворца уже какие-то планы вот на ближайшее будущее? Может, еще подобные проекты с мастер-классами, где, может, не знаю, могут прийти дети, которые вообще никогда петь не умели, а вы их научите, или еще звездные гости? Да, конечно. Весь год следующий, это у нас год фестивальный, это год концертный, потому что у нас хороший администратор, у нас хорошие руководители коллективов, и все, конечно же, запланированное. Мы ждем концерты хороших групп, популярных групп, а это все будет, опять же, в нашей группе ВК, это за этим следит, найти просто, у нас ДК судоремонтник, поэтому найти группу будет очень легко. Мастер-классы проводятся у нас всегда, проводятся и для начальных классов, и для молодежи, и для старшего поколения. То есть это обычная наша работа, но, возможно, мало кто о ней знает, поэтому заходите в наши опять группы, смотрите и приходите, мы всех очень ждем, всех рады видеть, мы очень гостеприимны с этой стороны. А вот можете, ну, все-таки чуть-чуть вот приоткрыть тайну? Все-таки вот какой-то проект может намечаться еще? Вот что интересного ждать, допустим, после Нового года? Так, ну, смотрите, приоткрывать завесу тайны, ну, давайте так, у нас в следующем году юбилей Мурманской области, не надо забывать, что это 85 лет. Конечно, все дома культуры и дворцы культуры готовятся. А вы готовите что-то особое? Мы готовим много чего, в том числе включаем несколько проектов, которые областные, они у нас включены в программу мероприятий к празднованию 85-летия, это, конечно же, будут и концерты вокальные, эстрадные, вот, например, а не надо забывать, что еще у Натальи Валентиновны группа, ансамбль «Дениссанс», у нее в следующем году «Защита», мы очень надеемся, что они защитятся, и у них есть очень хорошие вокальные программы, одна из них прошла вот буквально недавно, это был «День инвалидов», но я думаю, мы ее повторим, я попытаюсь Наталью Валентиновну уговорить, программа очень классная, очень хорошая, поэтому приходите, я озвучиваю эту программу, ладно. Значит, они поют песни из кино как раз в академическом манере, то есть это советские фильмы, если мы помним, там практически все в академической манере, и очень, это был очень задорный, веселый, энергетически насыщенный и вокально насыщенный концерт, поэтому я вас приглашаю, это будет тоже в следующем году, и на «Защиту», это будет, естественно, в группе ВК, и на концерт, который, песни из кинофильмов. То есть год прям будет насыщенный на творчество, да? Конечно, у нас не только будут, концерт будет не только давать руководители коллективов, и не только наши коллективы, но еще и, соответственно, сотрудники, которые умеют это делать, они еще, мне не все знают об этом, но в планах сделать несколько концертов, эстрадных концертов к 85-летию в Румынской области. Ну, мы надеемся, что ваш проект грандиозный пройдет на ура, и наше время эфирное уже, к сожалению, подходит к концу, поэтому мы желаем вам творческих успехов и следующего года фантастического, и чтобы было много-много творчества и новых проектов, и обязательно ждем вас еще у нас в студии с новыми проектами, вашими вокалистами, и, да. Споем. Удачи вам, обязательно в следующий раз споете. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok